Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков от компании Дикмилла, с вами я Артур Идиатурин. Посмотрев на динамику ВП в Японии, кажется, что страна пострадала много больше, чем сам Китай. В понедельник вышли данные по японской экономике, в ВП в квартальном выражении сократился на 1,6% в сравнении с прошлым кварталом, в годовом выражении квартальный ВП сократился на 6,3%. Такого удара экономика Японии не получала со времен финансового кризиса, даже экономический ущерб от катастрофы на Фокусиме был меньше. Консенсус прогноз годового изменения ВП составил минус 3,8%, то есть отрицательный рост ВП превысил ожидание практически в два раза. И, как видно, экономика не только не может расти, но даже сдерживать падение, даже достигать, будем так говорить, таких скромных целей. Отрицательный темп роста, конечно, не имеет никакого отношения к коронавирусу, так как эти темпы были зафиксированы в четвертом квартале прошлого года, то есть до вспышки, об экономическом ущербе от инфекции не может идти речи. Сжатие экономики стало следствием, стало побочным эффектом от повышения налога с продаж в октябре, так как в 2014 году ответ экономики на повышение налога с продаж был аналогичным. Можно видеть, если я обвел двумя овалами, первое повышение налога с продаж и второе повышение налога с продаж, видно, что потребительские расходы, удар по потребительским расходам был значительный и реакция была примерно одинаковая. Хотя в относительном выражении снижение потребительских расходов при первом повышении налога с продаж было немного сильнее. При этом население у нас, японское, продолжает оставаться демотивированным тратить из-за долгого пребывания экономики на около нулевой траектории инфляции, даже из-за периодов инфляции, которые также дестимулируют население тратить, стимулируют их, наоборот, сберегать. Что касается других компонентов ВВП, то капитальные расходы фирма также снизились. Снизились впервые за три квартала и лидерами падения у нас оказались строительный сектор и промышленное производство. Падение экспорта из-за снижения продаж автомобилей, также крупная статья экспорта Японии и шок потребительского спроса в Китае. При этом нужно отметить, что 20% японского экспорта идет в Китай. Они стали финальным штрихом в мрачной экономической картине Японии за четвертый квартал. И новые данные смещают риски для японской экономики в сторону понижения в первом квартале 2020 года, так как с учетом негативных последствий вспышки коронавируса на производственный сектор в Японии, так как я уже сказал, что крупная доля экспорта Японии приходится на Китай, а рецессия в Японии становится лишь делом времени. Напомню, что рецессия – это два квартала отрицательных темпов роста подряд. При этом рыночная интерпретация этого риска, риска рецессии, этих ожиданий – это более слабая иена против доллара в среднесрочной перспективе, так как Банк Японии, будучи спасителем, будем так говорить, последней инстанции, в которую все верят, которая обязательно придет на помощь в виде денежного стимулирования, скорее всего, ответит на эти риски, скорее всего, скажет на следующем заседании, что действительно он будет расширять монетарные стимулы, и эти сейчас ожидания будут подгонять пару доллар-гена вверх. Что касается розничных продаж США, в пятницу вышли данные по розничным продажам, широкий показатель вырос на 0,3% в годовом выражении в январе, базовые продажи у нас выросли на 0,4%, что чуть опередило ожидания, однако продажи контрольной группы, этот показатель не включает в себя такие товары, как автомобили, топливо, табачная продукция, строительные материалы, показал нулевой темп роста в месячном выражении, и как раз-таки этот показатель у нас используется в расчете ООП, это говорит о том, что за первый месяц этого года внесет нулевой вклад в ООП, в частности, в компонент потребления. В целом, отчет оказался удачным, в плане сохранения аппетита к риску по ту сторону Атлантического океана. Это было выкреплено индексом потребительских настроений от университета Мичиган, также эти данные вышли в прошлую пятницу, индекс удержал планку в 100 пунктов, призадя при этом ожидания, ожидания были ниже 100 пунктов, и в комбинации с розничными продажами это сохраняет аппетит к риску на американских рынках. Другим важным апдейтом в экономических данных США стали экспортные цены за январь. В январе инфляция экспортных цен составила 0,7% по сравнению с 0% ожиданий. И это, естественно, говорит о том, что рост объемов экспорта происходит в США, происходит выполнение торговой сделки с Китаем. Действительно, Китай постепенно наращивает покупки, наращивает импорт из США, и естественным ответом в макроэкономическом смысле это будет увеличение темпов роста цен, это будет экспортная инфляция. Но эти новости, естественно, только положительны для американских рынков, так как из-за того, что торговля, мировая торговля, это игра, будем так говорить, с нулевой суммой, рост экспорта в Китай будет означать, скорее всего, снижение объемов экспорта других стран, других торговых партнеров Китая. То есть объем экспорта в Китай от этих партнеров. И это говорит о том, что прежде всего пострадают те страны, у которых объем экспорта в Китай достаточно высокий. И прежде всего это относится к Европейскому Союзу, что сейчас как раз таки отражается в динамике евро-доллара, потенциальное снижение объемов экспорта Евросоюза в Китае отражается как раз таки в слабости евро, в ожиданиях того, что экспортный сектор еврозоны пострадает, и ЦБ будет вынужден увеличить денежные стимулы, чтобы как-то побороть это снижение. По ситуации с коронавирусом, как ожидалось, число заболевших, число новых подтвержденных случаев в Китае после взрывного дневного роста в 15 тысяч, это произошло 13 февраля, это произошло из-за того, что изменился порядок учета пациентов, у которых есть симптомы, они уже стали относиться к подтвержденным случаям, то есть не обязательно было проводить тест, а достаточное теперь проявление было только симптомов, частных симптомов, связанных с протеканием болезни агентом, который является именно коронавирус, это, например, пневмония, и после этого, как я уже сказал, как и ожидалось, число подтвержденных случаев в следующие дни начало падать, начало снижаться и вернулось примерно на уровни, которые предшествовали вот этой вспышке, то есть в последние два дня число новых подтвержденных случаев составляло в среднем 2000 человек. Тем не менее, золото в пятницу отыграло вверх, проигнорировало эти данные, сейчас оно стабилизировалось на поне того, что Китай увеличил денежные стимулы, увеличил кредитное стимулирование экономики, снизив ставки. Золото сейчас продолжает реагировать на возросшие риски рецессии, в том числе в неуверенных данных по японской экономике, вообще по азиатским рынкам в целом. Однако, если, например, полагаться на отчет правительства Сингапура, где она оценивает масштабы влияния воздействия коронавируса отрицательного на мировую экономику, об этом отчете говорится, что Европа и США пострадают меньше всего, а азиатская экономика, соответственно, пострадает больше всего. Если полагаться на этот отчет, то в случае действенности монетарных мер Китая и скором подавлении вспышки, все-таки можно ждать, что эффект на мировую экономику от коронавируса будет ограниченным. И, естественно, это позволит отдельным странам, центральным банкам также, пересматривать темпы роста экономики, пересматривать свои экономические прогнозы в лучшую сторону. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!